закрыли целое здание. Если раньше они прятались в кабинетах и избегали со мной общения, то сейчас они закрывают целое здание. Возникает вполне логический вопрос. Кому вы служите ребята? Какой родине? И какому народу? Израиль. Израиль? Yes, yes, Израиль. И шапочка интересная. Мужчина в черной форме с накрудным зактом 07784 зашел сзади, схватил за плечи Анжелику Анатолию Куракину, затем поднял скамейку вместе с тремя женщинами. Интересы? Бодибилдинг. Загидулин. Загидулин. А дальше? Сейчас скажу. Рустам Тагирович. Всем привет. Сегодня подготовил вот такое заявление по поводу противоправных действий неизвестных лиц в черной одежде. Можете меня поздравить. Я теперь заместитель главного редактора СМИ информационное агентство Камчатский регион. Информация размещена уже на странице Сургутнадзор. Приказ, свидетельство и удостоверение заместителя главного редактора. Теперь я смогу отправлять свои собственные затребы от СМИ. Срок ответа на такие затребы максимум 7 дней и более строгая ответственность должностных лиц за отписки. Напомню, в производстве Сургутского городского суда находится административное дело в отношении прокуратуры города Сургут в соответствии прокуратуры ХМАО Югры. 28 ноября в 16.30 по адресу Просевиза 37 прошло второе открытое судебное заседание, на котором присутствовали четверо сотрудников ФССП, далее приставы в форме похожих на федеральных судебных приставов, одетых не по форме, без головных уборов, без бронежилетов, нагрудные знаки затерты и номера на них нечитаемы. Удостоверения данные лица не предъявляли и не представлялись. Примерно в 17.10 четверо мужчин в черной форме начали применять физическую силу и к присутствующим слушателям женщинам хватали их за руки, кричали, размахивали руками, требовали от СЦА выйти из зала и выключить все телефоны. Мужчина в черной форме с нагрудным зактом 07784 зашел сзади, схватил за плечи Анжелику Анатолину Куракину, затем поднял скамейку вместе с тремя женщинами Людмила Петровна Ротченко, Анжелика Анатолина Куракина и Светлана Мини Мухаммедовна Шайхулина, которые сидели на скамейке, скинув их со скамейки. Данный факт подтверждает видео и объяснение очевидцев. Заявитель позвонил в ССП ХМАУ по номеру 352029 и выяснил, что нагрудный знак 07784 принадлежит федеральному судебному приставу Загидуллин Рустам Тагирович. Слушаем звонок. Управление. Здравствуйте, девушка, подскажите, мне нужно узнать имя, отчество, фамилия по нагрудному номеру знака. Кому принадлежит? Мужчина номер 07784. А где вы его взяли? Ну, я ходил в Сургутский городской суд и там мужчина отказался представиться, удостоверение показать. Вот у меня был без головного убора, без бронежилета и вообще вел себя некультурно. То есть у меня сомнение, что это судебный пистолет. Хотя нагрудный знак у него есть и номер затерт до неузнаваемости. Сейчас, секундочку. Еще раз скажите номер. 07784. Есть такой, да? Сургутево подвесник. А имя, отчество, фамилию назовите, пожалуйста. Загидуллин. Загидуллин. А дальше? Сейчас скажу. Рустам Тагирович. Так. Загидуллин, там какие-то две буквы есть, нет? Нет. Две Л. Две Л. Рустам? Тагирович. Тагирович везде по одной букве, да? Да. Так. А вы мне не подскажете, если судебный пристав отказался показывать служебное удостоверение, он нарушил что-то? Ну, вы знаете, я вам сейчас так не отвечу на этот вопрос. Вообще, в принципе, вы можете перезвонить минут через 20? Я вам отвечу на все вопросы. А вы занята? Ну да, я вот зашла в кабинет, у меня совещание, зашла в кабинет за определенным документом, и мне надо выйти, я с вами разговариваю. Доброе утро. Здравствуйте, извините, я вам отвечу на все ваши вопросы. Благодарствую. Далее я посмотрел социальные сети и нашел страничку ВКонтакте с похожим именем и фамилией. Вот так эта страничка выглядит. Дата рождения указана. Родной город Нефтьюганск. Учился в нефтьюганский. Профессия автослесарь. Интересы? Бодибилдинг. Вот так выглядит. Это он, я его узнал. Очень много фотографий у него с отдыха. Но больше всего заинтересовала вот эта фотография. Это стена плача в Иерусалиме, по-моему. Израиль. Израиль? Yes, yes, Израиль. И шапочка интересная. Заметьте, многие люди ходят в простых кепках, но здесь мы видим характерную шапочку. Является ли данное лицо гражданином Израиля? Не известно. Ну а дальше расписываем. Так, при применении физической силы специальных средств огнестрельного оружия судейный пристав обязан предупредить о намерении применить их, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований. Это не было сделано. Сразу применили физическую силу. Применение физической силы не должно создавать угрозу жизни и здоровью присутствующих судей лиц. Мне женщины жаловались, что при скидывании их со скамейки у них возникли боли в коленях. Женщины, некоторые из них пожилые, поэтому такие действия, я считаю, недопустимы. Я увидев, как Загидулин, поднимая скамейки вместе с тремя женщинами в совокупности с требованием других лиц в черной одежде выключить все телефоны, пришел к выводу, что у здоровью и жизни моей есть реальная угроза и был вынужден покинуть зал номер 426. Я не добровольно ушел. Я был вынужден уйти под угрозой жизни и здоровья, Своими действиями судебные приставы совершили преступление, предусмотренное пунктом А, часть 3, статья 286 УК РФ. Мы до сих пор не знаем, чем дело закончилось. Никто нам ничего не сообщает. Соответственно, 3 декабря, спустя 5 дней, мы пришли в здание Сургутского городского суда для подачи обращения в канцелярию и для ознакомления с материалами дела. На входе в здание мужчина одетый в черную форму, без головного убора, без бронежилета, с нагрудным знаком 07784. Загидулин Рустам Тагирович отказался представиться, назвать свою фамилию, имя и отчество, отказался предъявить удостоверение, отказался отключить рамку металлодетектора, отказался пропустить заявителя мимо рамки металлодетектора и отказался применить ручной металлодетектор. Отказался пропустить заявителя по удостоверению инспектора общественного движения, действующего согласно закону ФЗ-212 «Общественный контроль». Применил физическую силу к женщине Людмилы Николаевны Чеботаренок, так как она высказала желание пройти мимо рамки металлодетектора, но не отказывалась от проверки ручным металлодетектором. Запретил проход ей на территорию здания и потребовал покинуть здание вообще, не объясняя причины и не назвав ни одного нормативного акта, зарегистрированного в Министерстве юстиции. Действующего законодательства в обосновании своих действий. То есть они вообще ни на какие законы не ссылаются. Выполняйте наши требования и все. При этом они не произносят слово «законны». То есть они требуют выполнить их личные требования. Обязанность проходить сквозь рамку не регламентируется ни одним нормативным правовым актом действующего законодательства, зарегистрированного в Министерстве юстиции. Заявители и его спутники, предъявив паспорта, были вынуждены пройти сквозь рамку металлодетектора, проход через который является сугубо добровольным. Я подал обращение требования к канцелярию, требованием ознакомить меня с материалами дела. После этого мы направились к лифту на первом этаже в левом крыле здания, для того, чтобы подняться на четвертый этаж и пройти в кабинет 437, приемную шестобитову, для знакомления с материалами дела. Подход к лифту на первом этаже нам блокировали и перегородили четверо мужчин в черной форме, далее лица, без головных уборов, без бронежилетов, с нагрудными значками, номера на которых были затерты и прочитать на них что-либо не представлялось возможным. Лица не представились, не предъявляли документов, были без головных уборов, без бронежилетов, не назвали оснований своих действий, тем самым лица необоснованно ограничили свободу передвижения четырех человек. В действиях неустановленных лиц, похоже на форму судейных приставов, усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ. Лица заявили, что здание является режимным, при этом не смогли назвать номер режимного объекта, запретили заявителям его спутникам проходить в лифт, запретили подниматься по лестнице на любой этаж и вообще потребовали покинуть здание, запретили ввести видеофиксацию правонарушений этих лиц, не назвали ни одного обоснования вопрадания своих действий, при этом другие посетители свободно передвигались по зданию и пользовались лифтом. То есть вот для меня и для тех, кто пришел со мной, закрыли целое здание. Если раньше они прятались в кабинетах и избегали со мной общения, то сейчас они закрывают целое здание. Четыре из пяти этажей для нас были закрыты. Данные факты подразумеваются в видео с аудиозаписью, произошедшие доступные в сети интернет и письменными объяснениями. Заявители и его спутники ранее многократно посещали данные здания и всегда перемещались по зданию во всем этажам, в том числе с помощью лифта. Впервые нас оградили в передвижении по зданию. В действиях лиц в форме, похожей на форму судебных приставов, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 136 УК РФ, нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина с использованием своего служебного положения. Ну и далее требуем провести проверку. Прикладываю свое обращение требования на ознакомление с материалами и два видео. Видео доступны у меня на канале. Сургутный отзор 2. Вот первое видео, вот второе видео. Ну и само обращение требования об ознакомлении с материалами административного дела. Сегодня 6 декабря. Прошло 8 дней. Мы до сих пор не знаем решения, чем закончилось дело. По сути, нас просто выгнали из процесса, применив физическую силу. Возникает вполне логический вопрос. Кому вы служите, ребята? Какой родине? И какому народу? Субтитры сделал DimaTorzok